А что такое перк? Решил, что пусть разбираются потомки, они умные, они умные разберутся. Но самое главное, чем прославился Максим Андре, и его помнят и учат на первом курсе философского факультета, тем, что он считал, принимал в качестве архе, помним это слово, это то первое вещество, из чего все получается и куда все опять превращается, во что все превращается он, эту первосубстанцию, первое вещество считал бесконечный некий опейрон. И вот из этого опейрона путем столкновения противоположности все и возникает. И по мнению Максим Андре, если бы первое вещество была вода, то огонь бы ее испарил и все, ну какое же первое вещество, а если был богонь, то вода его заливает, тоже не может быть первое вещество. Поэтому вот он придумал, принял в качестве архе этот опейрон. Кстати, слово архе считается, что первым именно в обиход в широкий вел аноксимандр. что же такое опейрон? Собственно, если переводить дословно, то это слово, состоящее из двух частей. Пейрон — это предел или граница, и а — это частичка отрицания. То есть нечто бесконечное, безграничное, появляющееся из ниоткуда. Можно, конечно, попытаться на нашем уровне представить, что действительно такая бесконечность, но вряд ли древние греки обладали таким уровнем абстракции, чтобы представить себе бесконечность. Немногие люди и сегодня могут представить себе бесконечность, и ни один человек оказался в психушке, представляя бесконечность. Но для древних греков, ну, как мы считаем, это было вообще невозможно. Время, как мы уже говорили, не было прямолинейным, поэтому оно не могло быть безначальным и не могло быть бесконечным. И сам аноксимандр, он применял эпитеты к опейрону как вечный и не стареющий. То есть это было нечто такое, что больше, чем просто существует. существующее в мире. То есть он считал оперон чем-то таким, что нельзя понять, или то, что находится за пределами мира. То есть, если бы это архе было таким, что оно родилось из чего-то другого, то вот это что-то другое, оно было бы и было бы архе, а это бы не было. То есть таким образом, первовещество, которым говорил аноксимандр, оно и должно было быть таким, что перед ним ничего не было. Что имел в виду аноксимандр под опероном, мы можем только догадываться. Ну, само слово, понятие оперона, оно встречается в нескольких значениях. Это, например, кольцо без камня, то есть кольцо, у которого нет начала, нет конца. Это, ну, как фигура бесконечная, в котором нет четкого определения. Точно так же опероном называлась ткань бесшовная, то есть тоже ткань, у которой не было начала и конца, он был такой тубус из ткани, фактически. Также опероном называлось кольцо людей, которое становится в круг во время мистерия, тоже называлось опероном, то есть тоже то, чего не имеет начала. И нет четкой границы между началом и концом. То есть некое единое целое, которое существует. Может быть, можно воспринимать это также и сферу, потому что у него тоже нет четко определенного начала и конца. Мы можем представить себя, например, на месте аноксимандра, представляете, просыпается утром такой древний грек, одевает свой хитон, выходит на берег моря и четко видит. Вот есть море, есть небо. Между морем и небом есть граница. То есть оно ограничено. То есть воздух и вода имеют границу. Есть земля, у земли тоже есть горизонт, который ограничивает землю и разделяет ее между воздухом и водой. То есть у всего есть границы. То есть есть перроны. Но так же было не всегда, думает аноксимандр. Ну, когда-то очень-очень давно, достаточно давно, был мир, где не было границ. Все было связано в какую-то такую сферу, где все было перемешано. И вот из этого мира, где все было перемешано, где все элементы, там царил хаос. Мы же помним легенду о том, что изначально, и миф древнегреческий, что вначале был хаос. И вот в этом хаосе все было перемешано, никто не имел границ. Появляется что-то. В общем, что-то происходит. Аноксимандр не додумал, что происходит, каким образом. Но, в принципе, для него это было неважно, потому что важно было понять, что вот был оперон, все было перемешано, потом что-то случилось, и все. И постепенно появились границы. Появилась граница между водой и землей, между землей и небом, между огнем и сушей. И все вместе стал происходить. И таким образом мир разделился. Разделился на влагу и сухость, на тепло и холод. И вот эти все противоположности, творя несправедливость друг против друга, наконец, смогли разделиться, и появился наш мир, который мы и знаем. И, соответственно, первоначало по Аноксимандру и должно было быть, основа бытия, все первоначало, должно быть нейтрально. Оно должно не просто не участвовать во всем этом процессе, а еще и управлять им и быть судьей, чтобы несправедливость не восторжествовала, чтобы огонь не победил воду, чтобы вода не поглотила сушу, а живое осталось, собственно, и живым. И поэтому Аноксимандр решил, что есть такой архе, который является хранилищем всего на свете, из чего все происходит. И назвал он это все вещь о первонном. А что такое о первонном? Решил, что пусть разбираются потомки, они умные, они уже и разберутся.